Оставит ли Рюя Юсуфа? Хотя Атмака, отдавший приказ совершить набег на ферму Алакануар, узнает, что там находится его дочь Рюя, но уже слишком поздно. Оно не может предотвратить кровопролитие. Взрыв оружия на ферме причинит большие страдания. Атмака захватывает Ясина, который не подчиняется его приказу. Однако баран готов пойти на любую опасность, чтобы спасти своего командира. Юсуф, который уверен, что нападение осуществили люди Атмаки, полон решимости отомстить, несмотря на возражения Сельмы. Пока Юсуф пытается найти Атмаку, он наконец сталкивается с ним лицом к лицу. Атмака представляется как отец Рюи, Айас Керан. Он приехал забрать свою дочь обратно в Германию. Юсуф достигает одного из людей Атмаки и идет за ним. Теперь это только вопрос времени, когда он поймает Атмаку. Чего он не знает, так это того, что направляется к ловушке Атмаки. Атмака преподаст урок Юсуфу, который делает все, что может и всегда преследует его. С другой стороны, Сельме также удалось найти след Атмаки. Планы Атмаки вот-вот перевернутся с ног на голову. Попадется ли Юсуф в ловушку Атмаки? Или он загонит Атмаку в угол и поймет, что на самом деле он отец Рюи? Оставит ли Рюя Юсуфа и вернется в Германию? Перед фермой Атмака Алакан Юсуф отдал Рюю и забрал ее отца. Юсуф, который благополучно отослал своего отца, затем вернулся и вместе со своими людьми принял меры, чтобы забрать девочку. Тем временем машина Барана и его командира Ясина, которые забрали девушку и отправились в путь, была заблокирована Атмакой и его человеком. У Ясина забрали телефон, но камня внутри телефона не было, потому что Дрим забрал камень. У Ясина забрали телефон, Атмача тоже хотел девушку, но Баран его не дал. В этот момент на машине подъехались Сельма и ее помощница, и все убежали. Сельма последовала за машиной Атмаки, но через некоторое время они потеряли ее из виду. Сельма пытается выяснить отношения между Алаканцами и ее дочерью. Президент был очень зол на Сельму и ее помощника за эту погоню. Пока Баран мечтал перевезти Рю через границу и выйти замуж, они увидели, что дорога закрыта, трактор сломался, и мужчина обратился к ним за помощью. Когда они попытались помочь расчистить путь, сзади на них направили оружие, пришли Юсуф, Салих и их люди. Баран настаивал, я не выдам Ясимин, но его забрали. Сон спросил Юсуфа, если ты собирался спасти меня, почему ты отдал это им, а не все вместе вернулись в особняк. Все были рады возвращению Шакира Аги, но были удивлены, увидев Рю. Шакир Ага даже не поблагодарил своего сына за то, что он рискнул ради него смертью. Ясин позвонил Юсуфу и попросил по телефону Зюмрут, если у тебя его нет, то у девушки он тоже есть, сказал он. Что касается Рюи, то она потеряла Зюмрут, и теперь он находится в руках детей. Ты найдешь Зюмрут и уйдешь. Он сказал, ты будешь здесь гостем, пока не будет найден Зюмрут. Поскольку Зюмрута не был рядом, семья Аллакана оказалась в опасности, и Шакир Ага решил, что им придется покинуть Антокью, чтобы защитить свою семью. Подготовка к переезду началась. Сельма распустила слух и устроила ловушку, что Зюмрут будет продан, но Атмака не попалась в эту ловушку. Он послал кого-то другого. Сельма допросила мужчину, но понимает, что ничего не узнает. Атмака отправил в дом фальшивых полицейских и разместил слушателей на кухне. Теперь они слушают и в курсе всего, что происходит в семье Аллакан. Когда пришли новости от шейха, ожидавшего Зюмрута, Атмаку загнали в угол. Он составил план нападения на семью Атакан и заполнил каждый угол своими людьми. Тем временем семья Аллакан мобилизовалась и защищает ферму. С другой стороны, подруга Рюи из Германии позвонила и сказала, тебе нужно позвонить отцу, они дежурят в моем ресторане, без тебя они не уйдут. Собирались открыть огонь. Азиз спросил свою дочь, где ты? Антакия. Он был удивлен, когда получил ответ, я на семейной ферме, потому что они собираются ее забрать. В ужасе, когда он сказал, я на семейной ферме, потому что их собираются поймать. Он поднял глаза и увидел, что его дочь разговаривает по телефону на балконе. Он немедленно побежал и заблокировал своих людей, чтобы они не смогли. В этот момент раздался выстрел из другого пистолета, и изнутри двора послышался крик. Мать Юсуфа кричала во весь голос и бежала к застреленному. Все были в ужасе. Перед фермой от Мака Алакан Юсуф отдал Рую и забрал ее отца. Юсуф, который благополучно отослал своего отца, затем вернулся и вместе со своими людьми принял меры, чтобы забрать девочку. Тем временем машина Барана и его командира Ясина, которые забрали девушку и отправились в путь, была заблокирована от Мака и его человеком. У Ясина забрали телефон, но камня внутри телефона не было. Потому что Дрим забрал камень. У Ясина забрали телефон, от Мача тоже хотел девушку, но Баран его не дал. В этот момент на машине подъехали Сельма и ее помощница, и все убежали. Сельма последовала за машиной от Маки, но через некоторое время они потеряли ее из виду. Сельма пытается выяснить отношения между Алаканцами и ее дочерью. Президент был очень зол на Сельму и ее помощника за эту погоню. Пока Баран мечтал перевезти Риоу через границу и выйти замуж, они увидели, что дорога закрыта, трактор сломался, и мужчина обратился к ним за помощью. Когда они попытались помочь расчистить путь, сзади на них направили оружие, пришли Юсуф, Салих и их люди. Баран настаивал, я не выдам Ясимин, но его забрали. Сон спросил Юсуфа, если ты собирался спасти меня, почему ты отдал это им, они все вместе вернулись в особняк. Все были рады возвращению Шакира Аги, но были удивлены, увидев Риоу. Шакир Ага даже не поблагодарил своего сына за то, что он рискнул ради него смертью. Ясим позвонил Юсуфу и попросил по телефону Зюмрут, если у тебя его нет, то у девушки он тоже есть, сказал он. Что касается Рюи, то она потеряла Зюмрут, и теперь он находится в руках детей. Ты найдешь Зюмрут и уйдешь. Он сказал, ты будешь здесь гостем, пока не будет найден Зюмрут. Поскольку Зюмрута не был рядом, семья Аллакана оказалась в опасности, и Шакир Ага решил, что им придется покинуть Антакю, чтобы защитить свою семью. Подготовка к переезду началась. Сельма распустила слух и устроила ловушку, что Зюмрут будет продан, но Атмака не попалась в эту ловушку. Он послал кого-то другого. Сельма допросила мужчину, но понимает, что ничего не узнает. Атмака отправил в дом фальшивых полицейских и разместил слушателей на кухне. Теперь они слушают и в курсе всего, что происходит в семье Аллакан. Когда пришли новости от шейха, ожидавшего Зюмрута, Атмаку загнали в угол. Он составил план нападения на семью Атакан и заполнил каждый угол своими людьми. Тем временем семья Аллакан мобилизовалась и защищает ферму. С другой стороны, подруга Рюи из Германии позвонила и сказала, тебе нужно позвонить отцу, они дежурят в моем ресторане, без тебя они не уйдут. Собирались открыть огонь. Азиз спросил свою дочь, где ты? Антакия. Он был удивлен, когда получил ответ, я на семейной ферме, потому что они собираются ее забрать. В ужасе, когда он сказал, я на семейной ферме, потому что их собираются поймать. Он поднял глаза и увидел, что его дочь разговаривает по телефону на балконе. Он немедленно побежал и заблокировал своих людей, чтобы они не смогли. В этот момент раздался выстрел из другого пистолета, и изнутри двора послышался крик.